всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня у нас очередной супер быстрый рецепт печеньки давеча как это часто бывает мне резко захотелось какой-нибудь сладости к чаю и как это бывает всегда сладости дома не оказалось при наличии табуна детей в доме это нормально решил быстренько замутить печенье из того что было и результат мне так понравился что сегодня я снимаю ролик если вам совсем уж лень покупайте в магазине готовый песочный я же приготовлю его сам для теста понадобится мука яйца соль сахарная пудра или сахар ванильный экстракт или ванилин или ваниль что найдете разрыхлитель не сода именно разрыхлитель сливочное масло размягченное на для начинки орехи мед цедра лимона изюм забыл еще поставить изюм и кардамон много кардамона именно кардамон и заставил меня снимать этот ролик он так сыграл в этом рецепте ну просто сказка так приступим яйца и сахарная пудра взбиваю нисколько взбиваю сколько перемешиваю не обязательно использовать сахарную пудру можно брать мелкий сахар вот крупный сахар песок не очень хорош соль кстати забыл добавить вот так так вот крупный сахар песок но он дольше взбивается совершенно не обязательно для смешивания использовать такой агрегат все прекрасно замешивается ручным миксером или даже венчиком так а теперь по частям потихоньку добавляю размягченное сливочное масло именно размягченное не растопленное и кстати немного ванильного экстракта сразу если растопите то тесто будет более жидким и менее песочным теперь мука разрыхлитель и перемешать по хорошему надо отдельно муку с разрыхлителем смешивать сначала сухую затем уже к маслу яйцам отправлять но я поленился смешиваю здесь стараясь чтобы с маслом и яйцами сейчас не мешалось кстати чтобы тесто получилось более песочно более рассыпчатым не надо вы долго вымешивать чуть-чуть ингредиенты смешались и все останавливайтесь по хорошему нужен даже яйца брать прямо из холодильника и муку можно тоже как следует охладить вот смотрите тесто готово надо его разделить на две части одна побольше вторая поменьше вот эту я отправлю в бразильник вот эту в холодильник на час у меня перерыв а у вас аэроэкскурсия по коста-бланке продолжаем разговор духовку уже разогрета до 200 градусов пора приниматься за дело раскатываю кусок теста из холодильника сразу на бумаге для выпечки кардамон его надо примерно чайную ложку ну чайная ложка это у меня в коробочках а если у вас уже могут и то может быть там ну половину чайной ложки ну три четверти по запаху ориентируйтесь надо смолоть раздавил шелуху вытащил зернышки надо в пыль разбить вот так запах я вам выложу и всю эту ароматическую бомбу на лист равномерно вот так а теперь начинка я использую мед вы можете взять какое-нибудь варенье особенно увлекаться не стоит чуть-чуть вот так а теперь изюм довольно щедро так изюма и орехи чтобы у вас получился тот результат который так восхитил меня нужно много орехов и много кардамона все остальное по желанию но кардамона и орехов реально много их нарежу как получится как видите использую фундук и грецкие не жмотничайте для текстуры орехи очень важны вот так все засыплю отлично ну теперь цедра лимона если будете делать с медом цедра обязательно если варенье с кислыми нотками например смородиновое то можно и без цедра обойтись я думаю хотя я положил и завершающий стрих кусок теста который отлеживался в морозилке надо натереть на крупной терке и посыпать этой стружечкой печенье более-менее равномерно и в духовку минут 15 будет достаточно в общем как зазолотиться красивые появится вашего печенья значит готово все доставайте на мой взгляд рецепт теста очень простой поэтому писать сегодня шпаргалочку с основными этапами готовки смысла нет значит у меня перерывчик а у вас продолжение ари экскурсии и 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 пуще будет и можно пробовать вот такую красоту рассыпающийся прям в руках конечно же с горячим крепким чаем такое она еще теплая дайте же мне откусить кардамон очень к месту орехи их огромное количество создают эту классную текстуру возможно это мои детские воспоминания были такое у нас в школе одно время продавали кольцо с орехами то есть тот же самый коржик только с орехами и вот этот по текстуре очень сильно напоминает его за счет орехов но кардамон взрывает все это вот это действительно классно и цедры лимонной если готовят с медом надо побольше просто супер очень мне это понравилось и рекомендую вам попробовать сделать это просто супер даже если вам лень заниматься с песочным тестом но купить в магазине наверняка найдете более-менее приличное ладно буду доедать печенье спасибо вам за лайки дизлайки за репосты огромное спасибо за компанию спонсору самури огромное спасибо за поддержку всем пока